Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Около двух третий россиян, планировавших покупку авто, решили отложить это дело примерно на год Причина – стремительный рост цен на автомобили Социсследование на данную тему провел один из банков Беда в том, говорят специалисты, что через год вряд ли что-то поменяется Только машины еще более подорожают Готовы приобрести новое средство передвижения прямо сейчас только 8% респондентов Трасса 101 В нашей стране уменьшается число автовладельцев, которые обслуживают свои гарантийные машины у официальных дилеров Кто-то из-за дороговизны услуг уходит к частникам, а кто-то берется за дело самостоятельно После того, как гарантия на автомобиль заканчивается, машет ручкой официалом примерно каждый второй хозяин авто Несмотря на то, что там используют оригинальные запчасти, ведут сервисную историю и дают гарантию на работы Трасса 101 Российские чиновники возлагают большие надежды на электрокары и транспорт, работающий на природном газе Однако есть проблема, чем больше будет развиваться электрический транспорт, тем меньшим спросом будут пользоваться бензин и дистопливо А это падение поступлений в виде акцизов в казно А акцизы это в том числе деньги на ремонт дорог В общем, власти намекают на новые способы вытягивания денег из автовладельцев В том числе за счет расширения сети платных автотрасс Трасса 101 Компания Chevrolet подумывает о возобновлении продаж в нашей стране модели Lachette Как седаны, так и хэтчбеки Lachette российская публика весьма полюбила в нулевые Однако из-за падения продаж в 2012 году автомобиль сняли с производства Сейчас новыми у нас можно купить три модели американской марки Spark, Nexia и Cobalt Собираются машины в Узбекистане и Казахстане Трасса 101 В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком, рано или поздно встает вопрос о списании транспортных средств Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании Excon Константин Кузнецов Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств То есть списания. Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом В дальнейшем мы заключаем договор, едем, осматриваем машины И мы составляем смету по восстановительному ремонту, по рыночной стоимости Делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля После этого они могут списывать и ввести его в утерю Порядка 7-10 дней Компания Excon находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13 Телефон горячей линии 73-50-50 Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101